Радость Почему? Потому что каббалисты самые счастливые люди на земле Вот, то есть, вот как-то так получается, что люди вообще-то много страдают, да, мы знаем и понимаем это Но, когда мы понимаем, что кроме страданий можно еще прийти и к тому, чтобы развернуть свою жизнь совсем по-другому И почувствовать совсем другое направление, ну это действительно приносит радость Давайте прочитаем короткий отрывок Вот он здесь есть у нас Радость это показатель хороших действий Если эти действия святости, приближающие человека по свойству к Творцу, тогда раскрывается благодаря этому радость и веселье Пишет об этом Бальсулам в Шамате, в статье 58 Вот, о чем здесь речь идет? О том, что если я что-то делаю хорошо и правильно, то я чувствую радость, я чувствую какую-то поддержку внутреннюю Вот не знаю даже откуда, мы это тоже постараемся понять, откуда у нас такая поддержка появляется Вот, а что такое хорошее действие? Тут вот он пишет о святости какой-то, да, может быть не всем понятно термин этой святости В кабале святость это действие, которое приближает человека к свойствам Творца То есть я могу раскрыть свойства любви и отдачи, несмотря ни на что, что бы происходило со мной в жизни И что бы я чувствовал даже внутри, внутри своего эгоизма Так вот, хорошее действие, это действие, приводящее меня вот к этому хорошему состоянию, к святости К свойствам Творца А что это значит еще? Вот как это можно охарактеризовать? Каждое мое следующее состояние становится ближе к Творцу, чем предыдущее Поэтому, что бы я ни чувствовал сейчас Вот просто это мое отношение к жизни, я его воспитываю в себе так Я чувствую радость, потому что меняются мои состояния Вот просто я чувствую новые события, новые мысли, новые желания, новые какие-то состояния Выяснение этих состояний Я чувствую, что у меня есть связь с источником этих изменений, этих состояний Я стараюсь быть действительно в этой связи с этим источником И с другими такими же людьми, которые в желании находятся к раскрытию этих состояний, к смене И только это приносит мне радость Я уже не застывший, я уже живой Я чувствую, что я живу и продвигаюсь И продвигаюсь именно ближе и ближе к свойствам любви и отдачи Поскольку я учусь это делать Вот пока хотел только на это обратить ваше внимание Мы еще поищем много-много таких иллюстраций Что такое радость, как к ней прийти, как ее почувствовать Почему она возникает, в чем ее источник Давайте продолжим эту тему, это очень интересная тема Пожалуйста, если у вас есть вопросы, пишите в комментариях под видео Будем вместе даже и, так сказать, искать в переписке ответы на эти вопросы Всего вам доброго, продолжим Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!